В пустой листве большого сада Шустрик, Счастливчик и Милашка. И все остальные горошки из Поддингтона. ГОРОШКИ ИС ПОДДИНГТОНО! На полянке Поддингтона Обжора надувал гигантский воздушный шар Хэппи. Шустрик молниеносно завязал узел, и великолепный воздушный шар был готов для Счастливчика и Растяпы, двух отважных искателей приключений. Травосек перерубил веревку топором, и шар взмыл в осеннее небо. Поддингтон под ними казался игрушечным городком. В жутком замке Страшил забавлялся, читая черноглазому правдивые истории о привидениях под названием «Белые призраки Поддингтона». И вдруг в комнате стало темно. Счастливчик и Растяпа не заметили, что они направляются к жуткому замку, пока не стало слишком поздно. «Не так быстро вы двое!» – крикнул Страшила. «Посмотрите, что вы наделали своим милым замком! Разруха и беспорядок! Вы за это заплатите! Капитан Черноглазый, киньте их двоих в подземелье, а я подумаю, что с ними делать!» Пленники гадали, что же с ними будет дальше. «Что бы ни придумал Страшила, можно быть уверенным, что это будет не очень приятно!» «Мы не можем просто сидеть здесь!» – сказал счастливчик. «Мы должны попытаться сбежать!» И они с надеждой начали искать выход. Когда Растяпа споткнулся и падая ухватился за цепь, открылся потайной ход. Не подозревая, что его пленники спасаются бегством, Страшила все еще обдумывал их судьбу. Счастливчик и Растяпа блуждали в потайных ходах под замком. А наверху Страшила все еще был погружен в свои мысли. А внизу Растяпа открывал потайной ход за потайным ходом. Наконец Страшила принял решение. «Что это?» – удивился Страшила. «Давай! Нам лучше все проверить!» Страшила волновался. На кухне Растяпа опрокинул целую кучу мешков, и их содержимое разлетелось во все стороны. Увиденное ужаснуло черноглазое Страшила. Но это оказались всего лишь старые гороховые доспехи. Растяпа издавал ужасный шум. «Так!» – сказал Страшила. «Я открою дверь, а ты схватишь то, что внутри!» «Это белые призраки Поттингтона! Выпустите меня!» Счастливчик и Растяпа прочитали надпись на пустом мешке. «Мука!» «Они думают, что мы белые призраки Поттингтона! Давай еще их немного попугаем!» И они стали издавать еще больше призрачных звуков. Страшила и Черноглазый были слишком напуганы, чтобы спуститься вниз. У них был только один выход. Это шар. Когда они летели, Страшила сказал, «А как эта штука работает?» Вернувшись на дорогу в Поттингтон, Счастливчик и Растяпа помахали им на прощание. «А я знал, что воздушный шар пригодится!» – сказал Счастливчик. «В густой листве большого сада, Среди птиц и пчел, Живут маленькие человечки, Которые называют себя горошками из Поддингтона. Тут есть Страшила, Черноглазый и Обжора. Но, пожалуйста, сохрани это в секрете! Есть Шустрик, Счастливчик и Милашка. И все остальные горошки из Поддингтона. Горошки из Поддингтона.